Поговорим о Вашей гитарной составляющей, о составляющей, о Вашей ипостаси гитариста и Вашей ипостаси человека, который увлекся электроникой сейчас. Как давно это, кстати, произошло? Ну, это произошло, может быть, лет семь-восемь назад я этим увлекся. Будущее еще в Петербурге. Просто я познакомился с людьми и как именно как гитарист, то есть как просто попал в ансамбль, где музыканты, которые помимо того, что они виртуозно владеют инструментом, скажем, еще один из их талантов являлся именно именно создание некого такого пространства и как бы умение играть в таких жанрах, как даб, музыка, то есть в каких-то таких вот электронных стилях современных. Я столкнулся как именно как гитарист, меня пригласили как джазового гитариста, как использовали, как такую краску. И было очень интересно, потому что это совершенно другой опыт и потом я, конечно, этим увлекся и это стало развиваться потом. Не так давно электроника еще была краской, а сейчас уже живой инструмент краска. Ну, в электронной музыке скорее как бы наоборот, наверное, происходит. Я об этом говорю, да? Да. И что, открылись пространства? Ну, лично для меня, мне просто это стало интересным. Я, конечно, не отдавал себе в отчет, как это все влияет на меня как на музыканта и так далее. Ну, я до сих пор об этом, наверное, не задумываюсь так серьезно. То есть, например, как музыкант, который играет джаз, да, как на джазовых музыкантах это может влиять. И я пока боюсь вот так рассуждать, делать какие-то выводы. Это, конечно, имеет свое влияние. Не, ну скажите, это что-то другое с точки зрения музыканта? Это совсем, это такая, мне кажется, вещь, которая совсем некоторым музыкантам не свойственна. То есть, многие музыканты вообще отталкиваются, ну, не трогают электронную музыку, либо имеют какие-то такие свои, например, мнения на этот счет, либо они, конечно, не слушают ее, то есть не знают. И еще один момент, что либо они как-то вот, например, вводят в свои проекты, да, в свою музыку, так скажем, очень такие вот, что ли, берут какие-то совсем вещи такие поверхностные из этой музыки. То есть, лично для меня просто я намного больше люблю эту музыку. И одно время я очень увлекся этим, и мне просто нравилось это слушать. Ну, как бы, в отличие от того, как для меня это все-таки разные совершенно вещи. То есть, какая-то музыка инструментальная, такая нагруженность инструментальная, как бы, да, то есть, где, ну, скажем так, музыка, в которой содержание достигается путем гармонии, мелодии, да, то есть, те вещи, которые музыке привычны. В электронной музыке, конечно, это все достигается немножко другими вещами, и содержание достигается другими способами. Вот. И это вот одно из открытий, которые я для себя сделал. И, конечно, я думаю, что в этом многие как раз недооценивают электронную музыку музыкантов. Вот. Потому что есть, например, некоторые стили, в которые, к примеру, несколько звуков повторяются на протяжении нескольких минут. Это такая монотонность, которую, конечно, некоторым слушать довольно скучно, тем более музыкантам. И... Ну, вот. Монотонность существует сама по себе, то есть, это одна единственная, ну, грубо говоря, одна единственная струна звучит, и она и звучит, да. Но существует такое понятие, как медитативность, да? Да, да. Но вокруг, вокруг самого процесса медитации, вернее, внутри процесса медитации или вокруг него происходит масса всего. Вот когда человек медитирует, он не просто тупо произносит там, да, или что-то делает. Это эмоциональная вещь. Это очень эмоциональная вещь. Это вгоняется человек в состояние. Но он вгоняется в состояние абсолютно методами живыми, я бы сказал, даже биологическими, да, методами. То есть, внутри себя нагнетает какую-то такую атмосферу, которая приводит к этому. Электроника – это же железо, по большому счету. И где там вот эта вот медитативность? Вообще, медитативность, для меня вот, например, медитация, я, в принципе, не так давно с этим познакомился. И просто какие-то практики для меня стали интересными. Медитация, я сделал для себя выводы, когда стал об этом читать. И медитация – это же вещь, в которой человек погружается некое состояние такого единого поля. И, в принципе, это такое состояние достаточно пустое. То есть, когда человек медитирует, он как раз пытается опуститься как бы на дно своего сознания, где отсутствуют какие-либо, ну, скажем так, если можно об этом выразиться, тут присутствует только одна вибрация, которая свойственна вот вибрации твоего тела. То есть, ты чувствуешь просто приятное ощущение того, что ты понимаешь, что ты ни о чем не думаешь. То есть, например, вот та вот практика, которой я занимался, она как раз нацелена на то, что ты медитируешь, повторяешь внутри себя мантру. И, в конечном счете, у тебя должны просто выходить из головы те мысли, которые к тебе во время этой мантры приходят. И ты повторяешь эту мантру, и мысли к тебе все равно лезут в голову. Но ты таким образом очищаешь свой разум, и вот этот вот шум из головы как бы уходит. Ну, это же абсолютный, так сказать, уход от реальности, по большому счету, да? Освобождение, скорее, освобождение от реальности, освобождение от обыденности, освобождение от окружающей себя действительности, что называется. Хотите ли вы сказать, что электронная музыка добивается как раз обратного эффекта? Еще больше жизни, чем есть на самом деле, да? Или как? – Раз уж мы заговорили о медитативной составляющих. – Мне кажется, нет. Это просто есть… Мне как раз кажется, что вот применимое, если это слово применять можно, медитативность, да, в плане электронной музыки, мне кажется, что это слово не совсем подходит, потому что вообще как-то вот так вот классифицировать электронную музыку нужно очень осторожно, потому что это очень большой… Это всего лишь навсего, на самом деле, приемы и набор инструментов, набор некоторых приемов, о которых можно сказать, ага, это музыка электронная. Или сказать, нет, это вот, например, живая музыка, живые музыканты, которые… Вот, например, существуют бенды, да, которые играют… Живые ансамбли, которые играют электронную музыку. И, кстати, что можно заметить, что не так… Таких коллективов много, еще меньше тех коллективов, которые действительно создают вот это пространство, да, которые, в принципе, делают компьютер сейчас, да, или делают секвенсор, ну, неважно, то есть делают машины. Вот. Это вот первый момент. То есть это, на самом деле, ее можно… Как-то эту музыку можно классифицировать просто по некоторым таким вот составляющим. Может быть, одна из них – это повторяемость, да, каких-то мотивов. Второе, мне кажется, это все-таки форма в этой музыке, она достаточно своеобразная. И это может быть, например, совершенно такие вот формы, которые, ну, не свойственные, непривычные. Хотя, конечно, сейчас вот в любой музыке даже популярно существует такое вот многообразие форм. То есть, например, какие-то вот популярные песни я там сталкиваюсь, играю, ну, любой музыкант скажет, что попадаются такие песни, что вот в них нестандартная какая-то форма применяется. И когда… Обычный человек слушает, конечно, об этом не задумывается. Вот. То есть форма бывает в электронной музыке, она имеет большое значение. И, как мне кажется, это вообще один из ее плюсов. Потому что может повторяться, например, там… Две минуты длится, например, просто четыре удара, которые повторяются, да, там, и какой-то один там клэп, к примеру, да. И потом происходит, как именно… И ты понимаешь, что вот происходит какая-то смена, да, формы. И ты понимаешь, что все, что было до этого, четко структурировано. То есть музыка очень такая вот… В ней есть какая-то математичность. Присутствуют какие-то свои законы, которые, мне кажется, они, конечно… Их нельзя вот так вот структурировать, как, к примеру, ну, не знаю, как можно вот… Да, наверное, как любой музыка. У меня, знаете, какая аналогия крутится в голове? По-моему, она очень живая. Ну, во-первых, пока не приступил к самой аналогии, я хочу сказать, что, так думаю, сижу, вот существует понятие, скажешь кому-то классика, да, применительной музыки, скажешь джаз, да, скажешь бит, скажешь рок, скажешь блюз. Все становится понятно. А тут обязательно два слова. Электронная музыка. То есть пока это такой, знаете… Ну, по моему мнению, пока это еще только нарождающийся какой-то полноценный жанр. А теперь аналогия. Когда-то, когда не было компьютеров, чтобы делать рекламу, афиши и так далее, да, рисовать, нужно было обладать школой. То есть нужно было уметь, грубо говоря, рисовать классические греческие головы, да, пройти все эти этапы. Пастель, кисть, масло и так далее. Да, да. Потом появились компы, и как только они приняли, так сказать… Как только они стали хорошим железом, достаточно быстродействующим, половина… И появились адобовские программы, фотошоп, люстра, ну и так далее. Половина страны вдруг стала дизайнерами. И им совершенно не нужно было школы никакой. То есть они там выбирали палитру цветов, компоновали дизайн… Ну, дизайн, он и есть, конструирование. Вот электроника не переживает ли сейчас электронная музыка? Сейчас это именно время, начало-начало, когда каждый человек, умеющий, разбирающийся в железе, купивший там двухоктавную балалайку, может почувствовать себя композитором. Мне кажется, это как раз вообще, да, это вообще в музыке, не только в электроне, в принципе, происходит. Ну, извините, на гитаре взять барре, как минимум, надо научиться. Тут не обязательно. Ну, да. Ну, многих как раз устанавливают уже и барре. Барре тоже недостаточно, мне кажется, брать. Ну, конечно, переживают, да. И вообще, наверное, это просто с появлением вот этих компьютерных программ, которые заменили кучу железа, которые, да, то есть появился, например, облетон, и кучу всяких, например, аналоговых железок, которые раньше применялись, да, и использовались. Человек может все это сделать у себя на компьютере, на кухне. Вот. И, как вам сказать, например, я вообще, у меня появилась возможность заниматься этой музыкой, и вообще это связано у меня с тем, что у меня лет семь назад появился первый Macintosh, который вот я купил, это был такой старый уже компьютер, поддержанный. И... Уже третий? Ну, он такой, знаете, с кнопками, которые светились. Ага. Очень такой... Да. Он сейчас-то еще используется во всех рекламах, не знаю почему, но вот именно эта модель. Старый Pro такой, Mac Pro. Семь лет назад, наверное, уже все-таки... А, Mac Pro, ноутбук имеется в виду. Да, да, да. А, понятно. Вот. Ну и, как бы, у всех уже, конечно, были компьютеры, я, конечно, такой запоздалый человек. Ну, вот, собственно, у меня просто появилась возможность, и я одновременно, как бы, я изучал программу Logic Pro 9, и просто что-то в нее записывал, и что-то... Ну, в общем, я просто изучал эту штуку. В принципе, для меня это был обычный магнитофон. Ну, так вот появился в течение года, как у меня появился компьютер. Так получилось, что вот я записал альбом, который только вот в прошлом году вышел на Fancy Music. Сергей Красин его, наконец, выпустил, за что вот очень я благодарен. Ну, то есть, вот у меня такой вот метод, в принципе, достаточно как бы... То есть, я познаю что-то, что-то изучаю, и из этого получается какой-то продукт. То есть, для меня, например, было интересным сделать... Я открывал сам какие-то методы, да, работая вот в этом секвенсоре, создавал именно музыку, которую я хотел и пытался услышать в голове. То есть, это не то... И как раз эти методы были, они как бы... Ну, я, например... Как бы это сказать... Я делал эту музыку, а не компьютер за меня. Вот. И это очень важное понимание разограничений, потому что, если там открыть библиотеку звуков и просто начать их слушать, какие они в мире существуют, но ты не знаешь, какой конкретно звук нужен тебе, и ты должен его, сперва, конечно, услышать, а потом уже уметь подставить в нужное место, а не наоборот, да, то есть... Вот. И, конечно, я могу сказать еще один положительный момент, что я не так много музыки всегда... Всегда слушал электронной музыки. Я слушал в основном, конечно, ту, которую мне советовали друзья. Не так много они мне советовали, в основном я с ними играл, просто мы обменивались каким-то таким звуковым опытом. То есть мы играли вместе, я слышал, что играют они, какие бывают вообще приемы, да, и так далее. И это, как мне кажется, для меня... Вообще, мне это помогло, не было никаких клише таких звуковых, потому что в электронной музыке очень часто применяются некоторые клише, и довольно просто сейчас существуют какие-то курсы по программам Bluetone Pro, там, да, то есть ты приходишь на курсы, и через два месяца ты хочешь делать такие вот миксы, которые... Или это, по-моему, в любой музыке клише существует. В некоторых видах музыки называется это просто стандартами, да, или гармоническим рядом, я не знаю, как угодно. Ну, мне хотелось просто, когда... Я просто об этом не задумывался. Ну, конечно, они, да, существуют. Я имею в виду, что не хотелось... Хотелось сделать как-то все по-своему, и, конечно, были свои минусы, потому что, как бы, у меня не было нормального несведения, вот этого всего, я делал все это на коленках, вот. Но, например, некоторые по училищу вещи достаточно интересны, и не только для меня, то есть... Такое вот произошло мне просто открыто. Меня просто эта музыка привлекает тем, что здесь, когда ты всю жизнь, там, не знаю, играешь джаз, тебя интересует прежде всего гармония, ритм и мелодия, здесь это все поставлено на второй план. Ну, в принципе, все. Да, существует какая-то мелодия, но она, например, как бы в такой музыке я люблю делать так, что она... она, конечно, должна... в ней должно быть сто раз меньше нот, это первое. Второе, там, конечно, минимум должно быть гармонии, то есть не должно быть никаких нагромождений гармонических. Извините, ну вот, может быть, только в семь раз меньше в студии может... Ну, я к тому, что имею в виду, что, знаете, когда приглашаешь, вот были такие вот случаи, когда приходит джазовый музыкант, существовали такие джемы в клубе Грибоедов, в клубе Грибоедов в Питере это было... Ну, и сейчас есть. Раньше это было такое культовое место, где именно встречались диджей, и объединялись музыкантами, играли, да. Вот приходили, когда джазовые музыканты, их нельзя было остановить, потому что они играли все то, что они играют, привыкли играть в джазовых соусов. И... Конечно, это их право, но многим людям, например, этого не объяснить, что здесь как бы другая история, здесь... Здесь важен, во-первых, конечно, важен звук, такая вот сонорность, да, другая вот, что ли, область музыкального понимания вообще музыки. Вот. Не хотел бы, чтобы это выглядело как старческое бурчание, но я просто себе живо представил современного Ромео, ну, или какого-нибудь воздыхателя, да, известного нам из классической, там, шекспировской литературы, который мог взять просто инструмент, взять аккорд и спеть любимую на балконе песню. С электронной музыкой это нужно тащить целые квыкнуть под балкон, подключать к электричеству, искать это все, чтобы спеть любимую песенку, какую-нибудь простенькую, объясниться в любви. Это можно сделать и в чате, понятно, но это же скучно. Совершенно не обязательно, кстати. Это может быть, на самом деле, вот, один инструмент, да, и какая-нибудь одна всего-очень на всю примочка, да, там какая-то педаль, ты можешь... Ну, девушка с балкона должна конец выбросить, подключить его в сеть. Само собой, да. Ну, или он должен приехать с генератора. С генератора, но это более шумно. И еще с UPS-ом. Вот в том-то как раз интерес, знаете, в том, что, например, слушая вот современный джаз, например, тот, который делают в Нью-Йорке музыканты, к примеру, вот сейчас я много... Ну, это понятно, что в джазе много... Он всегда много берет от других культур, да, от музыки, которая звучит вообще отовсюду. Я, к примеру, недавно вот услышал просто звучание для меня, стало интересным, такое вот соединение такой музыки, как пост-рук, да, группа, там, Tart Toys, да, или там вот... Есть такая группа X-Pooshness and Sky, три гитариста, басисты, барабанщики. Потрясающие ребята, вот, у них все построено на... И это такая мелимистичная, как бы минимализм, да, такой гитарный, кровяный. При этом это все как-то интересно интегрировано в джаз. Вот это звучание, да, то есть взят оттуда именно звук. Я слышал несколько таких вот прям проектов, и для меня это уделение. И поэтому мне кажется, что... То есть мне кажется, а я считаю, что в джазе как раз есть место, к примеру, для применения вот каких-то приемов из электронной музыки. Знаете, о чем еще подумалось? Мне очень просто интересно это все. Мне подумалось о том, что вот как-то прежде жанры плавно перетекали один в другой, да, ну, там, испокон веку, например, я не знаю. Чистушки в романсе и так далее, да, блюз в джаз и так далее, из классики все там. Вот в связи с тем, что мы вдруг оказались в новом пространстве, информационном в том числе, да, и в пространстве нового совершенно оборудования, по-моему, мы просто пока еще не осознали, да, в какой мир мы попали. В связи с тем, что существует железо, существуют программы, существуют просто фантастические какие-то новые инструменты. Это что, это параллельная реальность или это реальность все-таки соприкасающаяся? Я понимаю, что вопрос может быть несколько глупо звучит, но вы понимаете, о чем я спрашиваю, да. Это уход в другое измерение или это все-таки, когда отомрет, скажем, все, что было до этого, да, то есть оно будет существовать? Мне кажется, во-первых, это точно не отомрет. Во-вторых, мне кажется, что вот как бы вообще музыкальная культура и вообще культура в целом, она как бы имеет такое вот свойство накапливаться, да, то есть сейчас же существует все, и барочная музыка, и, ну, как она существует, кажется, в таком виде вот как бы музейного характера, да, но все это существует. Мне не кажется, что электронные просто вот эти возможности, которые мы говорим, это дает нам дополнительные возможности. Это просто на самом деле инструмент, да, ну вот эти все железки, железки, они, это инструмент, но еще это может быть интересным с точки зрения, что это должно приносить, эти инструменты, они обладают своим звучанием, если можно так выразить, то есть можно так же воспринимать какую-то железку, например, там инструмент такой, как скрипка, гитара, там и так далее, то есть мы привыкли там к звучанию гитары, которая в 20 веке всем, ну, как бы, какой-то только не было. Сейчас никого не удивишь вообще никаким звуком гитарным, потому что... Думаю, что можно удивить. Знаете, каким гитарным звуком? Без примочек, без, без... Так тоже все играют, и он тоже может быть разным уже, то есть даже вот как раз, да, такой джазовый звук, когда ты играешь просто в комбик, вот как я сегодня буду играть, то есть это просто ярко я, к примеру, взял только дилэй, и я играю в комбик, то есть вот это как такой вот интересный экспириенция. Я хочу сказать, что даже этим, то есть это, конечно, другой разговор, это просто разговор о том, как бы, есть ли у музыканта свой звук, да, это отдельная тема. Я имею в виду, что ты можешь играть и на гитаре без использования какого-либо оборудования, но ты можешь заимствовать вот эти краски и возможности, которые есть. Там даже, я не знаю, есть даже такой вот мелодизм даже в некоторых, да, там, например, там есть техно, и там есть интересные какие-то у них случаются такие. Там, конечно, в основном все построено на ритме, на звуковые какие-то такие. Можно, например, какую-то повторяемость взять из этой музыки. Я представляю себе близкое будущее, такие стандарты электронной музыки. Стандарты, которые нужно играть. Нет, которые повторяют из концерта в концерт. И кавер-группы, которые играют по клубам одну и ту же композицию или набор один и той же композиции. Спасибо, Илья. Спасибо, Илья.